США ведут имперскую политику, а Байден заявляет о том, что если Путина не остановить на Украине, то значит Россия нападет на НАТО. Это чушь полная, я думаю, что президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении. Она является ошибочной, потому что не думаю, что Соединенные Штаты на сегодняшний день, имея в виду перспективу мирового развития, так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад в нанесении, и как они публично заявляют стратегического поражения России, не думаю, что это находится в национальных интересах самих Соединенных Штатов. Президент любой крупной страны, НАТОвской страны, тем более, единственная хозяина НАТО, США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО или вся организация НАТО. Не может не понимать, что в России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО. Вот взяли, затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе и территориального характера, в середине 20 века, все там решены. У нас самые добрые, самые сердечные были отношения. Экономически все развивалось. Да, в лесном комплексе там были проблемы какие-то, но связаны были с необходимостью развития лесопереработки внутри страны. Ну и все, это чушь, мелочь на самом деле. Проблемы не было, теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные, значит, воинские подразделения. Зачем им это надо? Чушь какая-то. Спасибо вам большое. Пожалуйста, не сердитесь, если на все вопросы ответил. Ну действительно, надо уже.